друзья бог избрал тебя светом я хочу сейчас показать как конкретная ситуация которая тебя беспокоит может быть у тебя что-то болит это беспокоит тебя здоровье и вообще какая-то ситуация тебя беспокоит я хочу показать какая роль бога какая роль твоя в этой ситуации и что надо сделать вот смотрите я открою деяние 13 46 стиха я прочитаю но павел и варнава вот к ним собралась в общем толпа и не отвечали павел варнава смело сказали вам первую очередь должно было быть принесено слово божие раз вы отвергаете его и не считаете себя достойной вечной жизни то теперь мы обратимся к язычникам вот они к язычникам обращается потому что так повелел нам господь я сделал тебя светом для других народов чтобы ты принес спасение всей земле и услышав это все язычники радовались и прославляли слово господне и все из и все избранные для вечной жизни поверили вот смотри избранные да все избранные я немножко шире посмотрю на эту ситуацию ты должен понимать если ты избранный то есть ты веровал христа значит ты избранный давайте подумай вот например у меня болит какой-то орган на теле давайте подумаем а бог преды сбрал чтобы он болел или бог преды сбрал чтобы он был здоровым конечно если ты если ты спасенный то бог преды сбрал предназначил запланировал чтобы том что тебе беспокоит болит что-то оно было здоровым исцеленным и крепким или вопрос какой-то у тебя решился бог преды сбрал вот и какая твоя роль то есть бог уже предназначил он бога до предназначил чтобы этот вопрос решился какая-то твоя роль теперь смотри он сделал тебя светом то есть твоя задача в этой ситуации быть светом для этой ситуации во первых не пускать дурные мысли темные мрачные мысли отдела о нет еще будет хуже все плохо ничего не получится это дело это тьма не принимая тьму свое сердце вот доктор кэролайн лиф маленькое отступление исследователь мозга она даже делая снимки мозга видела разницу люди которые с негативным мышлением у них прямо там это было видно на фрагментах некоторых мозга этим и темный по сравнению с теми которые наоборот верили до думали позитивно там были светлые участки понимаете даже на физическом уровне отображается так вот поэтому не принимайте тьму но вы будьте светом для этой ситуации на для здоровья для разрешения вопрос ну хорошо вопрос а как быть светом что это означает во первых можно сказали не принимать темные мысли во вторых провозглашайтесь говорите свет ты будешь исцелён здоровый крепкий ты разрешишься эта ситуация верьте в сердце думайте светло об этой ситуации проповедуйте себе в эту ситуации или проповедуйте этой проблеме ты будешь исцелена да ты будешь разрешила этой ситуации благовествуйте то есть как правил и варнава благовествует здесь более широком смысле нет не только о том что христос спасительного то что он спаситель в твоей ситуации добрые вести несите добрые вести добрую информацию доброе разрешение этой ситуации будьте светом бог сделал тебя светом вот тогда в результате этой борьбы света с тьмой верьте ситуация будет решена уповайте доверяйте богу и радуйтесь убирайте негатив и мир будет на сердце не знаю лично меня эта мысль очень ободрила ободрила бог предыбрал решиться этой ситуации моя роль нести этот свет знаете как будто бы бог хочет чтобы ты участвовал в этом не слово не слово света в эту ситуацию аминь